Друзья, привет! Я нахожусь в барселонском аэропорту. Сегодня я лечу в Турцию, в Истамбул. Буду гулять несколько дней в Истамбуле и рассказывать вам о том, что можно поделать. Из Барселоны улетать достаточно удобно, потому что из Барселоны есть несколько рейсов регулярных. И, пожалуй, Стамбул – это самая сейчас удобная пересадка при перелете в Москву. Короткая и пока зима не очень дорогая. В барселонском аэропорту достаточно удобно посидеть и подождать своего самолета. Уютные кафе, не переполнены народом. Кофе можно попить евро за три. Кофе с молоком, конечно, дороже, чем в городе, но тем не менее. Билет до Стамбула стоил и обратно. Стоил 400 евро туда и обратно регулярным рейсом. Турецкие авиалинии достаточно приятная компания с хорошим обслуживанием. Друзья, привет! Решила вам показать свой номер. В это время года все очень свободно достаточно. Можно выбрать отели на любой вкус, и это не так дорого. А это вот, что называется, мой, как говорится, welcome, ну не drink, welcome food. То есть, добро пожаловать, что называется. И есть в моем номере чай и кофе, что удобно. Есть мини-бар, но можно воду, воду приносит бесплатно. Завтрак в отеле достаточно разнообразный и приятный. Есть европейская кухня, есть турецкая кухня, шведский стол. Я сейчас нахожусь на железнодорожном вокзале и попрошу помощи купить себе транспортную карту. Потому что здесь очень много русскоязычного населения. И кого-то могу попросить помочь. Будет проще. Транспортное сообщение в Стамбуле весьма интересное. Город очень длинный, вытянутый. По площади, как я уже говорила, он практически как две Москвы. 5500 квадратных метров. И расположен в основном вдоль моря. Добраться из точки в точку можно на скоростном подземном поезде, на метро. Очень много людей предпочитает перемещаться на трамвайчике. Для туристов тоже рекомендую трамвайчик, потому что так можно посмотреть город. Вот она, схема метро. Город расположен вдоль моря. Несколько линий метро. И вот это вот, светло-зеленое, это скоростное метро. Под Басфором можно проехаться буквально за 3,5 минуты. И поезд развивает скорость практически 170 км в час. Купить Истамбул-карту на проезд. Подходим к такому автоматику, нажимаем на Истамбул-карт 70 лир. Затем продолжить. И оно спрашивает, вы хотите оплатить наличными или по карте? Мы оплачиваем по карте. Карту выбираем цену, например, 100 лир. И подходим вот сюда к оплате. Прикладываем карту. И вуаля, готово. Сейчас выйдет карта. Вот она, Истамбул-карт, которая куплена в автоматике. С вокзала можно отправиться в необычное путешествие. Раз в год из Истамбула в Лондон, из Лондона в Стамбул, идет Восточный экспресс. Люди покупают билеты за 2,5 тысячи евро. И важно не только смочь купить этот билет. Важно одеться так же, как в ту эпоху. То есть такое приключение. За 4 дня можно прокатиться от Лондона до Стамбула с заездом в некоторые страны. Например, он делает остановку Софии. И дальше идет уже Стамбул. Сейчас я зайду в это здание. В подвале этого здания находится цистерна. Что такое цистерна? Цистерна – это водохранилище. Когда город был основан, выяснилось, что в городе нет пресной воды. Но недалеко от города очень много пресных источников. Поэтому во всем городе были сделаны такие водохранилища. Поменьше, побольше. Многие из них не сохранились. Многие находятся на реставрации. Но в городе так получилось, что на каждом уголочке находится достопримечательность, историческая ценность. И многие владельцы зданий находили в своих зданиях, на нижних этажах, в подвалах, находили цистерны. Естественно, об этом необходимо было заявить государству. Но государство в этом случае обязывает владельца разрешить всем желающим посетить водохранилище, посмотреть. И очень часто это мини-музей. Сейчас мы в него спустимся. И вот так вот выглядели цистерны. По сути, это подземный дворец. Как правило, цистерны – это не просто водохранилища. Они имеют еще культурную, историческую, архитектурную ценность. Потому что колонны украшены, своды тоже. Дело в том, что в Стамбуле таких цистерн великое множество. Это еще достаточно большая. Существует много маленьких. Но самая большая находится около Айя-София. И насчитывает 336 колонн. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Открывается шикарный вид с этой террасы Seven Hills. Одно из самых высоких мест в этой части города. Здесь можно покормить чаек и посмотреть на Айя-София, посмотреть на голубую мечеть. Вот Айя-София, вот она. Очень много туристов. И вот такое вот развлечение покормить чаек. Чайки больше любят сыр. Как ни странно. Открывается прекрасный вид на пролив. А это отель 4 сезона. Бывшая османская тюрьма. Вот здесь такое лобби замечательное с каминчиком. То есть в холодную погоду очень уютное место. Да и не только в холодную погоду. Сюда можно зайти, выпить чая, кофе, коньячка согреться. Поесть турецких сладостей. Ресторан, который находится в цистерне. Очень красиво оформлен. Я думаю, стоит его посетить и посмотреть, что здесь предлагается. Но сюда нужно обязательно бронировать столик. Потому что он очень-очень необычный. А это фонтан переворачивает странички Корана. А это сэлеп. Национальный турецкий напиток, которым турки согреваются в прохладное время. Мы согреваемся глинтвейном, а они этим напитком. В городе можно встретить вот такие вагончики. Беллтур – это государственное место, где цена на напиток фиксированная. Стаканчик стоит 45 лир, примерно 1,5 евро, 130 рублей. То есть в других местах цена может варьироваться как на все. Напиток состоит в основном из горячего молока. Добавляется корень орхидеи. Мне понравилось, но по мне слишком сладко. Вот он, паровозик, который возил в Восточный экспресс. Вот эти витражи и скамеечка остались еще с тех времен, когда здесь постоянно ходил Восточный экспресс. На улице очень холодно, поэтому постоянно перемещаемся куда-то, где можно выпить кофейку, где можно выпить коньячку. И зашли в ресторанчик привокзальный, очень симпатичный, очень красивый, 1875 год. Вот такая вот приятная обстановка в этом местечке. Очень мило. Явно чувствуется влияние модернизма в стиле. Основные достопримечательности, такие как Айя София, Голубая мечеть, находятся в районе Фатих. Сейчас я перешла по пешеходному мосту, он частично пешеходный, естественно, поверх уходит общественный транспорт. Внизу на мосту есть ресторанчики, но не очень рекомендую туда идти, потому что они и дорогие, и сильно туристические. Я перешла в другой район, нахожусь сейчас в Галата-порт. Галата – это достаточно фешенебельный район. Здесь находятся дорогие отели и бутики. Вот этот вот кусочек, который сзади меня, наполнен рыбными ресторанами. В стародавние времена правительство города устанавливало здесь цепь, которую невозможно было преодолеть другим судам. Програждали на ночь в ход Золотой Рог, где ночью оставались торговые суда с товаром. Но это, в общем-то, были деньги живые, поэтому правительство старалось предотвратить грабеж. Никто, другое судно ночью не могло въехать. То есть это были цепи, с одного конца на другой перебрасывалась цепь и укладывалась деревяшками. То есть преодолеть было совершенно невозможно. Ресторанчик «Олимпия». Здесь подают в основном рыбные блюда. Достаточно вкусно. И, в принципе, если что, если знать, то можно потроговаться. Что-то можно купить подешевле. Разновидность уличной еды. Лепешка, которую готовят прямо на вот этой вот плите. И наполняют разными наполнителями. Можно картошкой, можно сыром. Тамбул – город контрастов. Как говорил герой фильма «Бриллиантовая рука». И это правда. Потому что, находясь в этом городе, ты постоянно чувствуешь, что что-то напоминает тебе какой-либо другой европейский город. Вот здесь это место в модном квартале европейской части Стамбула очень напомнило мне Нью-Йорк. Один из очень дорогих и пафосных отелей Стамбула. Называется «Пенинсула». Расположен он на набережной в европейской части. И, честно говоря, именно под этот отель немножко была перегорожена набережная. Изначально набережная должна быть полностью пешеходной. То есть вдоль моря можно пройти спокойно. И по левую сторону у тебя остаются отели. По правую сторону моря, по левой – отели. Но не знаю как. Руководство этого отеля смогло договориться, что чтобы снова попасть на набережную, этот отель нужно обойти, потому что выход из отеля находится прямо на набережной. Пройти сквозь это место невозможно, не обойдя отель. И чуть позже выяснилось, почему они смогли это сделать. Они сделали здесь пляж. И «Пенинсула» является одним из самых дорогих и пафосных отелей Стамбула. Ночь здесь примерно стоит 750 евро. То есть получается, что ночь в этом отеле стоит 85 тысяч рублей. Стамбульские котики – это тема отдельная. Их здесь никто не гоняет. Считается, что по легенде кошка спасла жизнь одному султану. Пока он спал, к нему в спальню заползла змея, и кошка на нее набросилась и разбудила султана. Или даже по другой легенде сумела задушить змею. Очень интересная инсталляция. В нее вписаны все названия областей. Я нахожусь сейчас на улице Эссыкляль. Это старинная лавка 1924 года, продающая шоколад. Здесь можно найти орехи в шоколаде, но это действительно будут орехи в шоколаде, а не шоколад. И орешек надо искать. Рекомендую. Погода достаточно холодная. Мы зашли в ресторанчик, который, кстати, рекомендует Мишлен. Называется Харасань. Посмотрим, что тут за цены. Но вообще еда, которую мы увидели, выглядит достаточно вкусно. Сейчас мы находимся около стен, около развалин, точнее, ипподрома. Осталась только вот эта стена. Ипподром был основан в 2003 году. Это было основное место развлечения местного населения. А это площадь Султан Ахмед. Главная площадь Стамбу. Раньше здесь как раз располагался ипподром. Посмотрите, какая она длинная и вытянутая. С этого периода остались колонны. Чуть дальше находится змеиная колонна. Считается, что она относилась к древним жертвоприношениям. Сейчас эта площадь называется по имени одноименного храма Султан Ахмед. Древняя мечеть. Сзади меня находится мечеть Султан Ахмед. Одна из основных мечетей Стамбула. Она была построена в 1609 году султаном Ахмедом I. Он решил замолить грехи перед Аллахом за ни одну невыигранную в его правление войну. С той поры он не выиграл ни одну войну и был заключен в не очень удачный мир с Габсбургами после Османской Австрийской войны. Строительство заняло несколько лет. И что интересно, мечеть имеет шесть миноретов вместо четырех. Они были построены по ошибке. Архитектор что-то напутал и вместо четырех построил шесть. И деньги были взяты из казны. Обычно султаны строили на победные деньги. Очень важно, что в орнаменте мечети мы увидим много тюльпанов. Тюльпан – это символ Стамбула. И весной очень красиво украшаются парки, когда начинают свести тюльпаны. Айя София или Собор Святой Софии в Константинске. Храм построен в 537 году. Изначально это был христианский храм. Сейчас это мечеть. То есть здесь арабские мотивы соседствуют с христианскими мозаиками. Изначально идея была превзойти храм царя Соломона в Иерусалиме. Собор Святой Софии Вот она красавица. Цистерна Базилика изначально была запланирована, чтобы обслуживать Айя София и близлежащие районы. Выглядит как подземный храм. Сейчас это место используется как туристический аттракцион. И очень часто здесь проходят лазерные шоу. Уровень воды доходил до этих горизонтальных металлических палок. И сейчас это место используется как инсталляции в тех местах, где раньше была вода. А это вот прибор, измеряющий влажность помещения. На самом деле влажненько здесь. Воспечатляющее, конечно, сказочное место. Прям подземный дворец. Сейчас я нахожусь в европейской части Стамбула, в районе Кавадаш. И хочу посмотреть дворец Галмабахчи. Он был построен в середине 19 века. Одному из султанов надоело жить во дворце Топкапы. Ему захотелось построить себе дворец в европейском стиле, в стиле барокко. Для барокко характерна обилие деталей. И таким образом для него был построен этот дворец. Из интересного здесь находится собрание картин известного русского мариниста Ивана Айвазовского. И люстра, подаренная королевой Виктории. Редактор субтитров А.Семкин Сейчас я иду в музей, где находятся картины Ивана Айвазовского. Может быть, дадут там поснимать внутри. Потому что в самом дворце не дали, если честно. А было что поснимать. Потому что на самом деле очень красивый тронный зал. Несколько парадных залов. Очень красивые. Вот действительно в стиле барокко. Элегантное, красиво украшенное сочетание камня. Очень быстро пролетели эти дни в Стамбуле. Мне очень понравилось. Конечно, два дня – это совсем мало. Город огромный. Он как две Москвы и как практически 10 Барселон. Я думаю, что вернусь сюда еще раз. И подписывайтесь на мой канал. С вами была Галя Карен. Приветствуются лайки и комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...